Какие стереотипы об историках? Это анонимные исторические записки о Барсеробе конца XVIII века, которые были изданы в начале XIX века. На него при этом так или иначе ссылаются все на шевалье, но только в тех случаях, когда невозможно определить источник приведенных им сведений. В работе 1955 года Эмилия Антуана Блампиньона впервые была высказана версия о том, что исторический центр города был перенесен в XII веке и ранне-средневековый Барсероб – это совсем не то место, которое связано с современным городом. И в этой части Блампиньон действовал явно не самостоятельно. Здесь видна рука Арбуада Жебенвиля, его портрет справа вверху, который в тот момент был главным архивистом департамента ОП и консультировал Блампиньона. Он широко известен как лингвист, кельтолог, возможно, вам приходилось слышать его фамилию в связи с этимологиями французских топонеров. Еще он стоял у истоков публикаций древнеирландского эпоса и исследований агамического письма. Тем не менее, он нам важен как человек, который заложил базу в исследовании средневековой Шампании, которая остается актуальной до сих пор. И одна из его первых работ на эту тему – это публикация завещания горожанина Петра Иудея «Наш второй хэндаут» и выросшая из нее история города Барсюрома. И это такой уже классический позитивизм с атрибуцией, с критикой источников, с обоснованием всех датировок и с подробной аргументацией. Дарбуа скромно обозначает свой труд как небольшое дополнение к блестящей работе Шевалье по части короткого исторического периода, но потом фактически переписывает его работу и в отношении датировок, и в плане городской топографии, и примитивно городским институтам. Прямым последователем Дарбуа является Альфонс Разро, который начинал архивистом в департаменте Верхняя Марна, потом получил место один архивиста при департаменте ОПП. И он составил по образцу Дарбуа фактически энциклопедию этого департамента, такое трехтомное огромное сочинение, где про каждый населенный пункт, который можно было соотнести с современной картой, он расписал, вот как и Арбуа, все про городские институты, административные, гражданские, церковные, учебные и про топографию. И в части Барсероба его работа осталась не доведенной до конца, и что обидно, он где-то решил быть кратким, придерживаться жанра энциклопедии, и оговорился, что ему было много чего добавить к труду Арбуа в отношении улиц, домов и их владельцев. Это очень обидно лично мне, поскольку меня именно владельцы интересовали. Еще одним продолжателем Дарбуа стал Агюст Ланьон, его портрет слева, он тоже очень крупный маститый историк, известен как специалист по Римской Галлии, он работал архивистом в Национальном архиве Парижа. Кроме того, еще он известен как человек, который первый опубликовал биографию Франсуа Виюна. Он продолжил работу Дарбуа по публикации основных документов по истории средневековой Шампании, той ее части, которая была перевезена в Париж после присоединения графства к королевскому домену, что предошло в 1284 году. Собственно, конец графства Шампанского – это конец 13 века. Это какие источники? Это книги графов, книги вассалов, граф Шампанских, начиная с 1172 года. Это списки феодов прямых ленников, начиная с серии 13 века, с описанием того, кто, сколько и на каких условиях держит. И, что особенно важно для нас, это описание самого графского домена с 1270-х годов. И предшествующая им распросная запись 1269 года по шаталенству Барсюроп, которая должна была выявить, что из графских феодов было приобретено горожанами и что передано церковным учреждением. Запись производилась для того, чтобы собрать с покупателей деньги за амортизацию, как это называлось, для того, чтобы Тибу IV смог принять участие в крестовом походе короля Людовика Святого. Современная дорожная карта Барсюропа. Он находится на реке Об. По-русски это река Белая, приток Сеная, около 250 км к юго-западу от Парижа и около 50 км от Труа. В Красном отмечены четыре ярмарочные центра, наверху дано расписание шестив шампанских ярмарок. Год начинался с ближайшей к Париже ярмарки в Лани, потом с третьей недели Великого Поста начиналась ярмарка в Барсюропе, потом шла майская Сен-Кириас в Провене, жаркая Сен-Жан в Труа, ярмарка Сен-Таюль в Провене и холодная Сен-Реми в Труа. Начинались они изначально в дни этих святых в приходах местных церквей, но затем по мере увеличения дней торга и следующих за ними расчетов эти сроки сдвигались, пока к концу XIII века не достигли единого для всех ярмарок образца. Он приведен ниже, выделен голубым цветом. Первые восемь дней это была свободная торговля, когда не нужно было платить за торговое место. Потом десять дней торговля с укнами, которая заканчивалась криком «глашатая» или «Аре де драб» – первое упоминание этого клича относится к 1188 году. Затем 11 дней торговля кожами, которая тоже завершалась своим «Харе». Еще один день торговля лесовыми товарами, в первую очередь пряностями и пигментом для окраски тканей и кож. Зачем следовал целый месяц расчетов. И четыре дня были отведены на прием и составление долговых обязательств, которые назывались «леттер де фор». Из одного этого расписания видно, что ярмарки «нульдины» принципиально отличались от обычных рынков, которые именовались в документах «форум» или «меркатум». На ярмарках заключались сделки в тысячи и даже десятки тысяч ливров на оптовые поставки. В дни ярмара кувцы привозили и выставляли в своих торговых представительствах образцы товаров и договаривались об объемах и времени будущих поставок, которые оплачивались по векселям. В дни следующих ярмарок. Денежные менялы, среди которых, конечно же, было много евреев и итальянцев, не только занимались обменом валют, но и выполняли таким образом функции брокеров. Вот в завещании ГООНа наш первый хэндаут в статьях 25-26 как раз упоминается выплату долгов парижским минялам свидетельства незавершенных сделок такого рода. Каков ли был предмет, процентная ставка, срок кредита, этого, разумеется, мы не знаем. Купцы приезжали на ярмарки с севера Италии, юга Франции, из Фландрии, из Англии. Связано это было, во-первых, с выгодным расположением городов. И Барсероб, римская Сегессера и Труа Аугустабона находились на двух параллельно идущих римских путях, связывающих юг Франции и альпийские проходы с северной Францией Нидерландами. Не случайно поэтому первое упоминание ярмарок в Труа относится к 427 году. Это письмо Седония Полинария. Однако самое первое ясное упоминание ярмарок при игре в шампанских относится к 1114 году и связано именно с Барсеробом. Главная причина расцвета международной торговли именно в этом месте лежит в особой политике графа в шампане. Именно они обеспечивали охрану порядка во время ярмарок, называемый кустодис нундинарум, это первое упоминание на экране, выделено рыжим, и охрану кувцов дороги, так называемый кондуктус. Во-первых, за счет феодальной службы, то есть вместо сопровождения сеньора на войне можно было отслужить сопровождению кувцов. Во-вторых, что важно для нас, за счет развития городского самоуправления. К охране ярмарок привлекалась городская милиция и капитаны, которых избирали купеческие землячества. Свидетельством международного значения шампанских ярмарок является то, что до сих пор в качестве международной единицы веса для драгоценных камней и в парфюмерии используется так называемая тройская унция. Это средневековая английская мировеса, которая, тем не менее, своим названием обязана городу Труа. Марка Труа, приравненная к парижской марке, впервые упоминается как международная единица в 1147-м. В завещании Гона, наш кондаут номер 1, статье 14, как раз отмечены две марки серебра, то есть примерно 490 грамм, пожертвованные на изготовление потира. Приведен, наверное, на картинке эталон веса, поздний, но считается, что он является репликой из тех, которые использовались в 12-13 веке. Вряд ли именно при Карле Великом, но в период ярмарок, шампанский совершенно точно именно этими мерами веса можно было руководствоваться. И унция Труа, не нынешняя тройская унция, она была где-то 30,5 грамм. Справа приведены соответствия этой весовой системы марки, где был свой марочный фунт, своя марочная унция, система римского фунта и фунта, введенного Карлом Великим, привязанного к римской унции, выделенной желтым. Эти системы веса использовались для измерения весовых товаров. Вот те, которыми шла торговля один день. Система веса, которая применялась при денежных расчетах, она выделена голубым, была привязана к фунту Карла Великого. Хотя сама система счета, где один фунт делился на 20 сольдов, а сольд на 20 динариев, она восходит в поздней отечестве. Важно помнить, что и ливр, фунт, и су, сольд, в 12-13 веке это были именно счетные весовые единицы. Реальными монетами были динарии. Содержание серебра в провенских динариях, которые чеканились в Труа и Провене, было больше, чем в парижских, хотя к концу 13 века они примерно сравнялись. А после вхождения шампани в королевский домен и вовсе были заменены парижскими. В Кдаути-1 в завещании ГОН, это те же самые статьи 25-26, как раз отмечена парижская монета. Во всех остальных случаях по умолчанию идет и черед у динариев провенских. Покупательская стоимость этих денег мы, к сожалению, вообще не можем судить, потому что, несмотря на море информации о денежных транзакциях, для этого времени мы практически нигде не встречаем детальное описание объектов сделок. И завещания здесь тоже мало чем помогают. В завещании ГОНа, например, у нас вспоминается покупка миссала для приората Бельруа, по статье 15. 40 солидов, то есть 816 грамм серебра. Ну, во-первых, совершенно не... Это не означает всей стоимости книги. А главное, мы не знаем, что это была за книга. То есть качество выделки пергамена, уровень переписчика, миниатюриста, как она была декорирована, с применением каких красителей, как чем был украшен переплет и так далее. То же самое можно сказать о статье из завещания 54-го года. Это наш хэндаут номер 2, страница 4, второе сверху подчеркивание. В основе некого новелля были отписаны 10 солидов, то есть 203 грамма серебра, на покупку двух туник. Скорее всего, речь идет о священническом облачении. Мы тоже ничего не можем сказать, какая ткань имелась в виду и чем она была украшена. С плащом ГООНа в статье 23, где назначена компенсация в 20 солидов, и вовсе отдельная загадка, о которой мы поговорим ближе к концу, если будет вопрос. Единственное, что мы можем сказать в случае с завещаниями, это сравнить уровень достатка, общий объем денежных средств, которыми мог располагать тот или иной индивид, то есть за вычетом недвижимости, рент, распоряжение которым было обычно определено правами наследования или феодальным правом. Так вот, общий объем денежных средств ГООНа по его завещанию чуть более 1000 солидов или 50 ливров в правоинской монете. Вместе с парижскими деньгами и двумя марками это будет почти 22 килограмма серебра. Вместе с... По сравнению с своим соседом Петром Иудеем, они, похоже, правда, жили на одной улице, ходили в одну церковь, ГООН выглядит довольно скромно. Тем не менее, общий объем денежных средств по завещанию Петра Иудея, несмотря на огромное число благодетельственных учреждений, по подсчету Морбуа, более 80, всего где-то в 2,5 раза больше у него было денег, то есть примерно 136 ливров или 56 килограммов серебра. Современная карта с наложенным на нее контуром провинции Шампань перед Великой Французской революцией. Разным цветом отмечены современные департаменты от и от Марна, верхняя Марна внизу, ярмарки отмечены красным, синим отмечен город Шамон, в бальяж которого входил Барсеру после укропнения бальяжей в середине 13 века. Лиловым отмечен центр епископства, к которому принадлежал город. Сам город и земли прежнего графства Барсерок, куда входил также город Леферте. Графы Шампани держали от епископа Лангера и в течение 13 века регулярно приносили ему аммаш. Поддержка международной торговли приносила доходы графской казне, поскольку купцы платили за проезд, за провоз, за взвешивание, за продажу. Каждый меняльный стол был обложен налогом. Доход приносила аренда складов и домов в городе, евреи отдельно платили за то, чтобы их не трогали. Отдельный доход приносило отправление суда и налог, который собирался с граждан пропорционально их растущему достатку. И все эти доходы можно было дарить, отдавать в фиот и задавать в аренду. Собственно, все первые упоминания ярмарок XII и первой половины XIII века связаны с дарениями части графских доходов церквям и монастыриям. В 1276-78 году общий доход графа Шампанского с двух ярмарок в Провене за вычетом юстиции аренды дорожных и бездельных пошлин составлял 1800 ливров в год. С двух ярмарок в Труа он получал 1700 ливров, а с единственной ярмарки в Барсеробе 2000. Однако это не значит, что она была более доходной. Скорее всего, из этих доходов меньше было подарено, пособу графа в этой своей резиденции бывали значительно реже. Соответственно, их окружение двора в основном кормили с доходов в Труа и Провене. Какие свидетельства этого великого прошлого остались в самих городах, так сказать, места памяти? Лучше всего сохранилось у Труа как центра епископства. Несколько роскошных готических церквей здесь привело только две из них. Это Кафедральный собор Святого Питера и Павла и Приходская церковь Сент-Дурбен. До нас дошла массовая застройка XVI-XVIII века в стиле клонваж. Средневековые дома выглядели немного попроще, возможно, с чуть меньшей этажностью и, по-видимому, стояли на тех же местах. В Провене Стренинсансной городской застройкой похуже. Церкви были заметно перестроены в более позднее время, зато сохранился Донжо XII века, так называемая башня Цезаря, и часть городских укреплений века XIII. До наших дней дошло 22 башни высотой 25 метров и чуть больше километра стены. Вот этот впечатляющий кадр снятся у главой точки, откуда стены видно на 500 метров в одну и другую сторону. Но в XIII веке протяженность стен была в 5 раз больше. Длина таких укреплений в Труа составляла около 4,5 километров. И такие же стены когда-то стояли вокруг Барсероба. Правда, город был меньший. Длина стен в XIII веке была всего 1,5 километра. Сохранилось описание крепости Интенданта Шампания XVII века. Там отмечено всего 24 башни размером в 3 туазы, то есть около 6 метров в диаметре. По приблизительным подсчетам в городе-предместе в XIII веке проживало около 3000 человек в XIII веке. Сейчас, 2021 год, данные, это 4700, то есть не намного больше. В левом верхнем углу остатки феодальной рыцарской башни, известной как Ламот, которая защищала западные поступки города со стороны реки. Ров, как и в Провене, не был заполнен водой, каналы на месте рва были проложены в ходе благоустройства XVIII века. Вот карта XVIII века, она показывает этот бульвар на месте рва, а также видны огороды внутри городских стен. Часть рвов на западе до сих пор находится в частных кладениях, там устроены сады. Мельницы на реке верхняя, нижняя, соответственно, известны с XII-XIII века. Дороги, ведущие в Шалон-Сюрмарн на севере, нет, на востоке, и, соответственно, в Шамон, далее в Лангр на запад. Также дорога в Труа на юг. Это остатки римских путей, проходивших через Каструм IV века. Проспект Докуманус Максимус. Видно, да? И вот эта самая Карда Максимус. Вот она вот так вот, вот она вот таким образом шла. План XVII века. Здесь садов нет, а зато показаны кладбища. Согласно Шевалье, в 1682 году гарнизонные пушки были перевезены в Бизансон, когда город утратил значение пограничной крепости. И тогда же началось разрушение городских стен главным образом на строительный материал. При Шевалье четыре башни еще сохранялись в городском пейзаже, причем две из них, судя по описанию, это городские ворота. Вот эти вот. Основных ворот было пять, но нашли в XIII веке упоминания только двое. Нотр-Дам, они же Бриенские на западе и в противоположном конце Сен-Мишель, они же Порта Петрины. И те другие были разрушены во время Французской революции. На юге ворота Порт-де-Люб или Порт-де-Шатле их закладывали во время войны. Вторые южные ворота Порт-де-Понт-Нюв вели к мосту разрушенному в ходе столетней войны во второй половине XIV века. Их, видимо, тоже сразу же заложили. Еще одни ворота в новое время тоже стали заложенными, чтобы уменьшить городскую охрану. Это немецкие ворота Порт-де-Зальмань, известные так названные по улице немецких торговцев. Она выделена синим. В городе была также улица, где изначально селились итальянцы. Рю Ангвасель выделена тоже синим в центре. Она названа в честь семейства Ангвиссоли, которое известно с XIV века и, возможно, они действовали в XIII веке. Существовала еще улица, названная в честь еврейских венеалов Викус Юдеорум. Она находилась внутри замка для охраны евреев. По сути, крупные еврейские семейства были записаны вместе с вассалом Граф Шампани, как подлежащие особой охране. И там же, в замке у церкви Сен-Маклу находились палаты Ипра и Соконщиков Камбре. Свои палаты были у купцов Оранжа, Базеля, Фрайбурга, Марселя и Монт-Пелье. В замещании Гуона статьи 9 и 11 хэнд-аут 1 упомянут дом, где останавливались купцы Бизансона. Кроме пяти названных ворот было еще две калитки гише. Они выделены тоже красным, которые, в тоже случае, осады можно было легко заложить. Одна на севере, ведущая к кордильерам, причем францисканцы брали плату за пользование подъемным мостом, а вторая была на западе и она вела в обход башни Ламот. Здесь как раз видно ее прежнее оборонное значение. Вместе с выступом ворот Нотр-Дам она выполняла как бы роль бастиона. Показано место, в честь которого были названы ворота Шатле, которое было соединено с городом мостом на месте римской переправы. Оно расположено на вершине холма, где-то 180 метров. Холм назывался Сен-Жермен, в честь, и тут вот мы обращаемся к городскому преданию, в честь девушки Святой Гермины, которая жила при местной церкви Святого Стефана, и она полюбилась никому-нибудь о вождю гуннов Атильи. Но после отказа выйти за него замуж, она была по его приказу обезглавлена. Именно здесь, как доказал сначала Балампиньон, а потом уже более подробно Арбуа, до всяких археологических изысканий, началась средневековая история Барсерога. Арбуа исходила из того, что название города гальского происхождения. Бар означает голову, то есть холм. И как все другие города, два других города, шампанский Барсюрсен и лотеринский Барледюк, Барсюроп также был основан на левом берегу реки и на возвышенности. В левом верхнем углу руины замка IX века, которые были воспроизваны шевалье по карте XVIII века, и потом она воспроизводилась на почтовой отклипке в XIX веке неоднократно. Они не сохранились, эти руины. Но именно эти руины долгое время считались остатками римского каструма, как башня Цезаря в Провыне. В 60-х годах по этому поводу жила полемика между Арбуа и авторами топографического словаря департамента ОП. Но в действительности при раскопках вблизи капеллы Сен-Жермен уже в конце XIX, в начале XX века обнаружился не римский лагерь, который, как ему и положено, был на равнине, а кельский опидум. Там два слоя, поздний гальштат, ранний латен, который определяется по керамике, и поздний латен, который соотносится с лингунами. Там, в частности, был найден монетный чекан некого короля Тегерикса и укрепление из рва и двух каменных насыпей, на которых, видимо, стоял деревянный чистокол. Общая площадь памятника 15 гектаров. Причем из этих 15 гектаров 4 гектара были использованы под ранний средневековый замок, и городские стены очевидно стояли вдоль внутренней насыпи. Еще в XIX веке на месте Дальжона можно было видеть холм высотой 10 метров. Римский кастер, как уже было сказано, стоял на равнине, и вот этот вот Кашмен де Курселяш тут отмечено. Здесь находятся остатки римской дороги. Справа приведены опорные даты, которые касаются ранней истории города, две из которых с упоминанием замка, скорее всего, связаны не с Барсюробом, а с Барсюрсеном. Для нас важен вот тот момент появления и быстрое исчезновение выражения старый замок в середине XII века и появление выражения новый замок в грамоте 1166 года, где очевидно, что речь идет не о графской резиденции, а о более укрепленной части города, о верхнем городе, как в Труае-Провене. Тем не менее, наличие двух, а может быть даже и трех приходов в X-X-XI веке, наличие госпиталя в начале XII, говорит о том, что некий протогород уже был здесь, на месте римского каструма, и ярмарки, вероятно, проходили именно тут, а не на холме Серждумен. И графы, перенося замок на другой город берег реки, они спустились к горожанам, к ярмаркам, а не наоборот. Первое упоминание нижнего города относится как укрепление относится к 1193 году. Первое упоминание городских ворот, стен и рвов связано, так получилось, с родственниками Гоуна или с его соседями. Дарбуа заключает, что городские укрепления были возведены как и в Трои, в Провене и в Мо, видимо, в 1230-е годы при Тибо IV. На сегодняшний день сохранились остатки трех башен, вторая из них, судя по квадратной форме, относится не к стене бурга, а к воротам замка, выходившим на утраченный в 14 веке новый мост. Должна быть оттенена в 12 веке. Причем, что важно, если городские укрепления можно восстановить по плану нового времени, мы с вами это видели, и по городской планировке, то расположение стен замка было восстановлено от 2 исключительно по актам. Пример такого акта предъявлен справа. Супруги продают ренту с двух домов на юдейской улице, расположенных против палат графа Шампанского. Начиная с Тибо IV, граф Шампанский носили еще титул короля Навары. В данном случае имеется в виду король, граф Шампани, Тибо V. Тут мы встречаем сразу двух фигурантов петербургского завещания. Это священник из деревни Айбиль, хэндаут 1, статья номер 7, и Леже де Принжи, избранный душеприказчика в ренцаре Гоона, статьи 27-30. Здесь он назван покойными, собственно, эта дата июнь 56-го года дает нам надежный термин в Санта-Квэм, так как завещания Гоона не датированы. Церковь для Мадлен, прихожанами которой были оба наших завещателей, Гоон и Первый Леживый Виф, и, вероятно, Леже де Принжи, была продана и разрушена в 1197 году. Сам приход и издание церкви упоминаются с 12-го века, но тут важно обратить внимание на и расположение алтарем на север. Шевалье, без ссылки на источниках, это за ним вводится, дает описание капители основного входа, украшенных виноградными лозами, хозами и фигурой бахусов в козлиной шкуре. Из этого он делает вывод, что церковь была построена на месте Галаримского храма, вероятно, с использованием тех же прежних стен. Какие пространства памяти об эпохе Ярамрак сохранились в самом горне? Гравюра 1838 года показывает нам две доминанты, городские церкви, Сен-Пьер и Сен-Маклу, Сен-Маклуна ближе к нам. Вот это мельница верхняя 12-го века, вот она же сохранилась в здании 18-го века. Это капелла Сен-Жан, которая считается тамплиерской, собственно, на экскурсиях вам, скорее всего, именно так расскажут, но, скорее всего, она была изначально подарена госпитальером, а вовсе не перешла к ним после уничтожения тамплиерского ордина. В ней сохранились два окна, собственно, само здание 12-го века, 13-го века, окно 12-го, она находится в частном владении, там живут, и до сих пор она не является историческим памятником. Вот это здание является историческим памятником с 1972-го года, это так называемый Птик-Клерво, подворье обаства Клерво, у которого был вообще целый квартал со своей металлургической фабрикой, которая активно действовала в 18-м веке, но сохранилось только это здание 13-го века с романскими окнами и подвалом 12-го века, где устроен ресторан. Здесь показан Колумбаш, он сохранился до сих пор, тоже исторический памятник, само здание 17-го века. Мост 15-го или 16-го века не сохранился, на его месте в 50-е годы был сооружен современный мост. Вот эта вот картиночка написана единственным крупным художником Барсероба, нашим соотечественником Ростиславу Кин, русский эмигрант, еще первой волны эмиграции, после революции. Есть его дом в Арсенвале в окрестностях Барсероба, единственный художественный музей вообще на все окрестностей. Есть еще музей Христок Христоля на месте фабрики в другой деревне Баель, и собственно это все, никаких больше музеев в городе нет. Что касается двух главных городских церквей, им удалось пережить французскую революцию, потому что церковь Сан-Маку была объявлена храмом разума, а церковь Сан-Пир служила складом фуража. Обе были внесены в память, в перечень исторических памятников первыми в 1840 году, поскольку в основе все являются зданиями XII века. Приход Сан-Пир справа известен X века, там с XII века существовал приорат, то есть небольшой монастырь, зависящий от приората Сержермен, который располагался как раз на холме, на другом берегу Коба, и церковь была общей для монаховых прикажан. Для нас важно то, что в Сан-Пир хранилась зерновая мера, вмонтированная в стену, по которой как раз делали деревянные опалубки для того, чтобы мерить зерно на ярмарках. И об этом сохранилась надпись иотическая на стене. Деревянные навесы, которые мы видим рядом, местная традиция связывает с эпохой шампанских ярмарок, но на самом деле они относятся к XVII веку, прошу прощения, к XVI, и они связаны с тем, что за это время нарос культурный слой и образовался проход между мостовой и зданием церкви, где-то 70 сантиметров провал, который нужно было прикрыть от дождя, соответственно построили такие навесы. Но они использовались горожанами как общественная площадь для хранения лестницы багров на случай пожара. Про церковь Сан-Макло можно сказать, что она была сельским приходом, видимо, зависим тоже от природы Сан-Мирмен, но после основания нового замка она получила статус замковой капеллы. И, соответственно, для ее обслуживания Андрей I в 1159 году строил там капитул, в 70-м году установил число каноников не больше 29, и это привлекло за собой перестройку здания. Соответственно, нынешнее здание XIX века это как раз результаты перестройки. И надвратная башня замка тогда в процессе этой перестройки была превращена в колокольню. Именно поэтому замковые ворота дошли до наших дней. Вот в центре как раз открытка XIX века. Сам проход, вероятно, уже в готическую эпоху перестроен был чуть позднее. Внизу справа приведены настоятели капитула и приората, отмеченные, но не поименованные в завещании Гуона. Это статьи 2, 10 и 4. Пьер Дубар декан Сен-Маклу в 1245 году был избран кардиналом. До этого он был прервен Клервом и аббатом еще нескольких монастырей. И он оставил Клерво свою библиотеку. Там несколько десятков рукописей, которые сейчас хранятся в Труа. Пьер Сен-Пьер Роберт Дежакур известен по множеству извинных от его лица грамот. Настоятель прихода Марии Магдалины известен всего по двум актам в пользу аббатства Вальдевинь, который тоже упоминается в завещании Гуона. Явно, что Гунтермус Куратус 31 года и Гунтермус ректор 41-го это одно и то же лицо. И, видимо, это тот же человек, который упомянут в завещании Гуона статья 12 господин Гунтерм. Это редкое имя и на 3,5 тысячи актов больше не выявлено ни одного совпадения. В обоих случаях он достоверяет дарение своих прикажан, причем в первом случае в 31-м году это дарение вероятного отца Гуона Эраро Даляпот. Он оставил свой приход не позднее 48-го года и это дает нам еще один возможный термин Санта-Квэм для датировки Петербургского завещания. Мы ничего не знаем про господина Гунтерма, но настоятели двух других церквей явно происходили из среды новой шампанской аристократии, выбившейся из среды горожан и белого рыцарства в конце XII-начале XIII века. То есть это был тот же самый слой, которому принадлежали оба наших завещателя. Среди родственников Гуона как минимум пятеро были связаны с городскими церквями. Только те, о кого мы можем сказать по актам, вряд ли с них их, конечно же, было больше. Влеченные в завещаниях учреждения за пределами городских стен обе церкви Авиле и Они сохранились в зданиях XII века. Упоминаются в статьях 5 и 7 завещания Гуона. Кюре Айвиле мы с вами видели под 1256 годом как владельца дома на территории замка. И, видимо, он же потом стал каноником Сан-Маклу Мэтром Парьисом. Известное его завещание 1283 года. Там же на дороге Вайвиле находилась женская обитель ордена сестрацианцев аббаста Вальдевинь, которая была основана около 1230-го, а возможно и раньше. Оно известно под разными именами и одно из них Фельдьё отмечено в завещании Гуона. Среди его первых жертвователей известно довольно много родственников Гуона, включая его отца Арара. И современная исследовательница женской ветвицы сестрацианцев Анна Лестер считает, что аббаста Вальдевинь была изначально основана как община падших женщин, которые искупались в свою грешную жизнь, ухаживая за прокаженными. Расположена рядом Лепрозорий, статья 6 завещания Гуона, впервые упоминается в конце 12-го века. Город был отделен от него пустошами Варен, которые, вероятно, сохранялись как охотничьи будни на мелкую дичь. У представителей семейства Де Ля Порт и Де Принжи были там свои владения. Прокаженные Барсюробы известны тем, что у них была своя двухдневная ярмарка 29-30 августа в Куарном Омалят, подаренная им в 1228 году Тибу IV. Командария Темплиеров, это статья 22 у Гуона, находилась за чертой городского крепления недалеко от Рвов. С 1239 года членом ордена был Бернардо Принжи, вероятно, сын душеприказчика Гуона. Госпиталь Сенниколя, соответственно, статья 3 в завещании Гуона, впервые был упомянут в 30-е годы XII века и он действует по настоящее время. На его территории сохранилась капелла XII века, часть утраченной церкви и общий зал для больных того же времени, который используется как хозпомещение. Там действовало две общины, мужская и женская. Кроме того, были конверсы обоих полов. Управлял госпиталем магистр, магистр Домус Деи. В 1239 году его передали в управление новому женскому аббатству, дочернее обители Парижского аббатства Сен-Викто. Аббатиста стала знатная дама из шампанского рода Алиса де Буланкур. Тем не менее, должность магистра была сохранена. В 1257-58 годах в документах госпиталь упоминается мэтр Андре де Ляпорт, родственник Гуона. Второй госпиталь Святого Духа принадлежал ордену госпитальеров Сент-Эспри и он упоминается впервые в июне 54-го года, как раз в июле 54-го, как раз это завещание Петра Иудея, наш второй хенд-аут. Возможно, он не упомянут угодно, потому что еще не существовал и завещание соответственно датировать все-таки до этой даты. И, наконец, последнее, это приорад Белеруа, основанный в 1215 году, который принадлежал ордену профессоров университета, ордену каноник, которые жили по уставу каноников-агустинцев. Орден так и назывался Вальде-Заколье, который был основан в 1212 году. Это было второе место приората на берегу реки Об. Изначально он был утвержден на 10 километров на юго-запад Барсероба в земле Купного Шампанского Барона Эрара 2-го Шазны. Потом по инициативе горожанина Барсероба Ламберто Бушу, который был графским камерарием, то есть казначеем, на стырь был перенесен ближе к городу в втором владении Эрара. И там возникло противоречие между приоратом и аббатством Клерво, которое тоже упомянут в завещании ГОНа. Это статья 24 из-за пастбища. Дело в том, что практически все свободные от леса территории в 12 веке уже были отданы под запашку луга или виноградники. Расширить общий выгод было никакой возможности. Поэтому по соглашению между аббатством Клерво и Вальдой Закадье в 1925 году число каноников Белеруа было ограничено 16 человеками, включая прислугу. А число их коров и пасаемых на пастбищах, которые они делились с эстерцианцами, было ограничено 30 головами. И приорат Белеруа поэтому так и остался мелкой и довольно бедной обителью, однако именно эта ветвь дала ордену наиболее значимые монастыри, среди которых был парижский монастырь Святой Екатерины, богатейший обитель, который оставил о себе память в топовиннике французской столицы. Если вы когда-то бывали в Париже или будете, то вот обратите внимание в квартале Морре есть такая уютная площадь Пласс-де-Марше-Сент-Катрин. Вот это одна из дочерних обитель Белеруа. Собрание из 13 грамм от приората было приобретено Лихачевым осенью 12-го года у парижского антиквара Нелли Шарове в дополнение к редкому письму на бумаге 14-го века, которое как раз и было целью покупки в связи с интересом Лихачевого к истории бумажного производства. Эти 13 грамм были в 1887 году обнаружены крэвидом департамента Верхняя Марна и Артуром Дагеном в архиве Прикосской церкви в Мулене в историческом центре Бурбаны и частично изданы им в аннотациях. От завещания там изданы хорошо, если пять строк. Пути попадания этих 13 грамм на антикварный рынок неизвестны. Судьба остальной части описанного Дагеном собрания тоже покрыта браком. Всего грамм от Белеруа 13 века без учета этих пропавших известна чуть более полусудни. Таким образом, в Петербурге хранится довольно заметная часть дошедшего до нас фрагмента архива. При всех документах, включая завещание, сохранились бумажные аннотации 18 века на латыни и французском. Вероятно, это были красноброски к тому самому историческому сочинению, ради написания которого грамоты были изъяты из монастырского фонда, возможно, кем-то из последних при архиве Белеруа. Тут приведена краткая история формирования нашей коллекции, я не буду на ней останавливаться, только если возьмем какие-то вопросы. Место завещания Гуона среди наших грамот. Возможно, его следовало бы перемести на строчку выше, чуть-чуть пораньше датировать. 8 из 13 актов, включая завещание, имели лишнюю печать, не оговоренную в тексте документа. В дополнение к этим лишним печатям на обороте 4 грамот рядом с просьбой для пергаментных лянточек стоят кресты. Видимо, это знаки собстановочного удостоверения со стороны жен. В грамотах 24 и 39 года как раз указано согласие жены дарителя, а в грамоте 59 года, составленной на основе завещания, отмечено согласие вдовы. Само завещание Гуона размером чуть больше ладони, от незвязанной печати осталась лишь пергаментная ленточка, а кроме того, в отличие от всех известных нам завещаний этого времени из Труа или Барсероба, оно не датировано. Благодаря четырем документам из нашей коллекции мы можем определить его составители. Им был писец декана церковных общин Барсероба по имени Геяр Виардус или Гвиардус. Он был единственным представителем церковной иерархии в этой части епископства Ландовского. От его имени составлено, наверное, несколько сотен актов с 35 по 1262 годы. Благодаря этой атрибуции можно заключить, что декан упомянутый в 28 статье декан Геяр, а не декан Капитул Сан-Макуй. И печать, видимо, тоже была декана Геяра. Если же говорить о письме, то завещание наиболее близко грамотам с 42-го 54-го года. Реально это в принципе подтверждают. Писец этот не отличался особой внимательностью, так в документе 59-го пропущена буква Г в слове Эггер. Момент выделен. Но в завещании ошибок как-то особенно много, и не все из них были писцом исправлены. Например, в 23-й статье глагол стоит в первом лице вместо третьего – акцепи. В 25-й и 26-й статьях Париж дважды написан в номинативе вместо аккузатива и локатива. Добавим к этому написание топонио Берроа сначала в вернокулярной форме – это статья 11-14, потом в латинизированной – статьи 18-20-21. Но самым характерным является исправление в 13-й статье, где писец с первого раза не понял мысли завещателя. Все это в совокупности может свидетельствовать о том, что запись последней воли Гуона производилась фактически под диктовку самого рыцаря с одновременным переложением с французского на латынь без черновика. Этим же, вероятно, объясняется и отсутствие датировки, поскольку дата – это отличительная черта публичного акта. Почти все имеющиеся в нашем распоряжении завещания 13-го века из Барсюробы и Труа составлены от первого лица и имеют дату и в начальных формах подражают диспозитивным актам церковных иерархов или светских сеньоров. На экране представлено завещание родственников Гуона каноника Санмаку Ажедомири 1972 года с добавлением к нему 1973 года, прикрепленное ленточками вислых печатей. Как и в случае с завещанием Герри Жуифа, объем текста связан не только с объемом передаваемых прав и числом одаряемых. Очень много места тут занимают формулы, призванные обеспечить силу этому акту, которые как раз в это время находились в процессе выработки. Для сравнения предлагаю взглянуть на статью 27 завещания Гуона, где описывается акт, противоположный по смыслу акту инвеституры, снятие с себя прав на землю и передача из лучшего векальщика вплоть до окончательного исполнения им всех пунктов завещания. Такой же акт, но с более подробным прояснением его сути описан у Керри Жуифа в отношении всех троих его исполнителей. Это последняя страница хэндаута в верхний абзац. Эканоник Аже и Пьер Жуиф были в отличие Гуона гораздо более образованными людьми. Про Пьера известно по его упоминанию в списке свидетелей в акте 18-го года, что он был клириком. Правда, уже в 1938 году он упоминается вместе со своей женой Жакетой, упомянутой в самом начале его завещания. То есть они прожили как минимум 15 лет вместе. Да, получается 15 лет. Даже больше. Из завещания Пьера Жуифа мы в частности узнаем сроки поминовения усопшего, что любопытно, я думаю, для антропологов, которые отличаются например от наших. Это последнее выделение на предпоследней странице хэндаута. Это первый день после смерти, третий, седьмой, тридцатый и година. И каноник Аже и Пьер Люжуиф сами прилагали к завещанию о своей печати, дополнительно установив нескольких сигиляторов. У Аже и было сейв первой редакции, четыре в дополнение, у Пьер Люжуифа трое. Это последняя страница хэндаута снизу. И все это были представители публичной власти, обычно привлекавшиеся к удостоверению частных актов. У ГОНа, надо полагать, своей печати не было. И в таких случаях завещание обычно оформлялось как простая дарственная, которая удостоверялась от имени церковной вирархи, имеющего свою печать и выполняющего функцию нотариума. Акты, по своей сути, частно-правовые, получали таким образом форму публично-правового акта, оформленного как судебное решение, где принимающая на себе обязательства страна в случае с дастными этот даритель, как бы была осуждена к исполнению собственной воли. Только так издревление частного лица получало юридическую силу. Установление сигиляторов и скрепление завещания печатью, неоговоренные в тексте документа, были способами придать завещаниям юридическую силу, которую они сами по себе не имели. Поэтому завещания частных лиц обычно предполагали последующие издания дастных грамот от лица назначенных в завещании душеприказчика, которые выбирались по тому же принципу, что и сигиляторы. Это должно было быть доверенное лицо, но обреченное какой-то публичной властью, чтобы издать от своего имени грамоту. Чаще всего каждое отдельное дарение в завещании, если речь касалась недвижимости талерента, требовало издания отдельной грамоты. Именно такие акты хранились в монастырских архивах, а не приведшие к их изданию завещания. Именно поэтому завещание, как эго-документ, довольно редко встречается у нас. Почему именно это сохранилось, и тоже потом отдельно могу сказать. В нашем собрании грамот Белеруа есть два таких документа, знанных после завещания. Один из них на экране. Гишарда Ляпорт на момент составления завещания бывший Бальеша Зны это вероятная оруженосец Гуона Гишардин, который упоминается в статьях Фандаута 1, 16 и 12. Выбор в качестве душеприказчика Гишара в данном случае определен соседством и близким знакомством. По одному из своих держаний он был вассалом брата Ламбера-юноши, Гии Ролана, умершего не позднее февраля 72 года. По другому держанию он был его соседом. В 1269 году они с Гироланом оба были членами коллегии Шеведов. Кроме уже названной грамот Белеруа и документов с описания графского домена, довольно внушительную базу для определения отношений соседства и родства представляет картулярия местных духовных учреждений, в первую очередь фонд аббатства Клерово, по которому в 2015 году к его 900-летию архив департамента ОПС сделал базу данным. Во многом на основе двухтомного картулярия и публикации 20-х годов Артюра Привол. Для периода 12-13 века база включает около почти 3000 актов. Здесь в качестве примера показана запись с первым упоминанием отца Гишардина, тоже Гишард Даля Порт и его сестры Маргариты, которые фигурируют в завещании Гуона в статье 17. И здесь же в акте 25-95 года мы видим свидетельство этой связи с семьей Даля Порт с семейством Принжи, откуда происходил Леже, главный душе приказчик Гуона и один из главных получателей по завещанию Пьера Лежвифа, когда он второй, страница 2, первая, подчеркиваю. Тут, мне кажется, надо, наконец, объяснить смысл названия моего доклада. Архивную революцию, когда всеобщая в стране бумаги и уже выработавшаяся к ней привычка привели к тому, что стали записывать и хранить в архивах вообще все, что имело какой-либо юридический смысл. До этого письменный документ воспринимался лишь подспорье к необходимым ритуалам перехода права, гарантии и перенесенной клятвии. Процесс этого перехода к письменной памяти не был быстрым и занял примерно полтора столетия. Перед нами в данном случае как раз начало этого перехода. В Италии этот переход случился раньше и гораздо быстрее. К тому же во второй половине XII века мы видим в акте сложившуюся систему поминования действующих лиц имя, отчество, фамилия и адрес и объектов сделки с указанием размера участков и описания границ по сторонам света. В северной Франции подобное поминование лиц сложилось только к концу XIII века и только в отношении должностных персон, как мы это видели в акте 1273 года. А с земельными участками, виноградниками и домами люди по-прежнему полагались на свою память, называя лишь отдельные ориентиры, чтобы в случае судебного разбирательства можно было понять, о чем вообще шла речь. И в случае с такими предварительными актами, как завещание нашей сведенческой беспомощи, особенно очевидны. Они составлялись не для нас и даже не для ближайших потомков. Конкретно здесь нам повезло. Персонаж указан с именем отца, вероятно, недавно почившим. И тут же фигурируют его мать и сестры. Так передаваемая собственность очевидно относилась к их наследственному владению. Одна из сестер Маргариты даже названа по своему крестильному имени, а вторая только по прозвищу Бриде или Узда. Крестильное имя у нее было Эмилина. И даже подаренный лук описан аж с двумя ориентирами на берегу речи Ручей-Обрез рядом с Лебразорием. Но мы не знаем его размера. Зато у нас есть таким образом указания на местонахождение Лебразорием. Семья Даляпорт по неполным и мозаичным данным, которые удалось собрать. У нас есть три линии, связь между которыми не обнаружена. Но все трое Аймон, Гатия и Геллон выделены красным. Явно были родные либо двоюродные братья. Есть еще канонник Рихерий Даляпорт и живший в его доме магистр Андре Даляпорт, которых тут нет, потому что непонятно кому и кем они приходились. Вот здесь выделены упомянутые в нашем завещании Гешар Даляпорт, старшего сестра Маргарита и сестра Бриде Эмилина известна тем, что она пригласила в Барсероп уже на старости лет францисканцев. Сам Гешар в 1217 был премистром Барсеропа. О его статусе говорит то, что в 1205 году он выступил посредником в спорном деле между аббастом Монтираме и Эраром вторым сеньором Шазне, одним из могущественных баронов Шампани. В 1227 году Тамада Мери, отец каноника Ажи, завещание, которое мы с вами видели, купил башню позади своего дома, относящуюся к графскому Эфиуду. И для того, чтобы обозначить свой статус, он назвал не своего отца, он представился как зять Гешара Даляпорт. Сын пророг Гешара и, вероятно, руженосец Гуона Гешар Даляпорт младший в 1258 году был избран мэром Барсеропа, то есть в тот год он входил в коллегию Шевенов, как и затем в 1269 году и, возможно, также в другие годы. В 1255 и 1279 мы встречаем его с женой Алисой, которая была дочерью одного из его сеньоров от женина Детиля и принадлежала к одной из трех семей, которая с 1172 года делила должность Виконте Барсеропа. Сам Гешар, как мы видели в 1973-м, служил у сеньора Шаснея, был его Бали. В 1291-1993 он уже на службе графа Шампанского становится Бали Шамона, то есть высшим территориальным чиновником. Шампань, вся Шампань делилась на шесть Балия. Рыцарь Гуон в центре выделен желтым. Изначально он был не ассоциирован с сыном Гуго-старшего, свидетеля в грамоте графа Тибо 2-го 1143-го года и прямого линника Анри I по списку Феода Компания 1172-го года. Однако в распростной записи 1969-го года о приобретении графских Феодов сообщается, что дом, в котором останавливались купцы Бизансона, мы так и не знаем, где он находился, и который достался Гуону от его отца, соответственно, завещание Гуона статьи 9.11, был некогда куплен Раром де Ляпорт, который, возможно, был как-то связан с соседним шиттельенством Ла Ферте-Сюроп, возможно, был там Браве, Приво или Бали, но мы тоже ничего не знаем. Сестра Гуона Маргарита вышла замуж за Жанра Роже, который в 1953-м году был Приво Барсероба и дважды был упомянут как Приво Рамрю, бывшего владением графа Бриенских, тоже еще одного крупного барона Шампани. Брат Гуона Милон назван свидетелем в грамоте Рара II Шазне 1206-го года как бывший Приво, но Приво Барсероба или Приво Шазне непонятно. Умер он не позднее марта 1944-го, и это, если считать его братом Буона, дает нам еще один самый ранний Тейнер-Угленус-Анте-Квэм для Петербургского завещания, где он назван в числе потенциальных душеприказчиков на случай смерти Леже. Это статьи 28-30. Связи семьи Даля Порт с семьей Добринжи, которые выделены Малиновым. Во-первых, через Гарниер Добринжи, который выступил свидетелем дарственной правом Гишара в 2095-м году. В 1269-м тот же Гарниер Добринжи, а также сын Гишара Гишар Даля Порт-младший были членами коллегии Шивенов. Вторая связь через соседство по приходу Марии Магдалины. Вон был ее прихожанином, это видно из его завещания. Кер Лежвиф, очевидно, тоже. Леже, видимо, тоже был их соседом. Кер Лежвиф отписал ему по своему завещанию дом на улице Марии Магдалины в Брянских ворот, одну из частей которого он получил от Кера Гуэна казначея графа Тибо IV. Третья связь через виноградники в неизвестной долине Анжевали, один из которых был завещан Леже первым Лежвифом, второй принадлежал Гуэну, упомянутый его завещание в статье 10, третий и четвертый достались канонику Аже Дамири от его дяди клирика Пьера Даля Порт и уже были самим Аже переданы другому его дяде Гишару Младшему. Четвертая связь соседства по землям в неизвестном местечке Утефен. В 1226 году Леже назвал соседом отца Гуэна Эраро Даля Порт. В 1243 году там были владения у племянника Гуэна сына Милона каноника Эрара. Наконец, они были соседями в пустошах, отделявших город от липнозория. Единственное упоминание Гуэна в источниках без фамилии встречается в августе 1257 года. Дети покойного Гуэна рыцаря без фамилии названы соседями сыновей покойного Леже каноника Рауля Дьявола и Варнина или Вальнина де Принжи, которые в другом акте владели с соседними домами на улице Марии Магдалины. Их наследники получили денежные подарки по завещанию каноника АЖ в 1273 году. Сестра Рауля и Варнина была замужем за Милоном Шасне, представителем боковой ветви этих сеньоров. Что касается соседства в самом городе, нумерация домов относительно недавней изобретельнее. Арбуа дежу бен Вилю, когда ему потребовалось отсылать своих читателей к современному ландшафту, приходилось назвать фамилии владельцев. Также действовали составители актов 13 века, когда им требовалось указать на продаваемый дом, они называли одного, редко двух владельцев соседнего дома или участка. Что характерно, в графских грамотах указываются не владельцы, а арендующие дома купеческие землячества. Поэтому из актов мы в лучшем случае знаем только улицу и соседей Деля Портов. Из того, что мы видим по актам, в основном по картулярию капитула Сан-Маклу, во-первых, представители разных ветвей Деля Портов старались селиться вместе. Так, в 1239 году дочь Гишара-старшего Агнес и ее сын Канони Каже выменили у Клерового дом по соседству с домом Кантера с соборного капитура в Лангре-гиде, который приходился дядей, по матери Гишару-младшему, вероятно, самой Агнес. С другой стороны, ее новый дом граничил с домом ее мужа, Тама-дамири, позади которого в 1227 Тама купил за 85 ливров башню у графских фасалов. В 1269 году ее оценили в 500 ливров годового дохода. Соседний с ними дом занимал в 1948 году племянник Гоуэна, каноника Рар, где у него был свой винный пресс. Жан Раже, муж сестры Гоуэна, имел доходы с винного пресса на улице Марии Магдалины, и ему же принадлежала усадьба. На улице Рассенвальде находились дома, принадлежащие Пьеру Доляпорт, сыну Гишара-старшего. Магистр Андре Доляпорт, глава госпиталя Сын Николя, жил какое-то время в доме каноника Рише Доляпорт, доставшихся ему от отца, а потом купил дом на той же улице. Там жила Рейсенда, дочь Гишара-старшего. Мы видим пять таких анклавов, где селились Доляпорта и их ближайшие родственники. Во-первых, это район Графской мельницы, где у Рара был свой дом, а у сестры Гишара-старшего Маргариты свои доходы. У ворот напротив госпиталя на Новой улице, включая также территорию за городскими стенами, где дочь Гишара-старшего Мелина подарила земли для основания Францисканского конвента. Четвертый, это рядом с Бриенскими воротами на улице Магдалины, включая территорию за городскими стенами. И, наконец, обширные территории в западных предместиях за городскими стенами, ограничившие спустошами в направлении Лепрозория, где у них также были свои владения. В описании графского домена эксцента комендатус компании 1270-х годов отмечено, что граф принадлежат рвы вокруг города и вокруг Ламот из-за исключения части рвов от башни, видимо, ближайших к Ламот, до следующей башни под названием Обризанье. Следующий какой. Наверняка каждая из башен в то время имела свои названия, но до нас дошло только это единственное, при этом ее нельзя соотнести с картой. Так вот, эта часть исключенная, часть графских рвов согласно эксцента принадлежала господину Гишару Доля Порт на тот момент младшему согласно грамоте. В перечне приоритетений из графских феодов сделанных горожанами Барсероба за 40 лет предшествующей распространенной записи 1269 года Гишар младший занимает первое место и по объему покупок собственно опись начинается именно с него. И он же лидирует по части выявленных злоупотреблений. Как мы с вами знаем, это тоже показатель высокого социального статуса. В частности, про него сказано, что он выстроил себе новую усадьбу и отхватил две лиги от графской дороги, установив у городских ворот каменную стену прямо поперед дороги, мешая проезду купцов. А еще он отхватил часть чужой гранги, то есть усадьбы, и установил полисад на графской части рвов. Жан Роже тоже отличился заплатом части рвов, установив ограду в неположенном месте. Фамилия Даляпорт с очевидностью пошла от городских ворот, возле которых находился родовой дом. И дом, и сами ворота Даляпорт держали на правах феода от графа Шампани, однако, когда именно произошло наделение этим феодом в 1969 году, собрать следы не удалось. Мне кажется, нахождение дома и название ворот при этом не указано, поскольку все знали, где он находится. У нас есть указание в граммите 1200 года на абриентские ворота. Есть обозначение ворот напротив госпиталя Сан-Николя, как ворота господина Куана, возможно, Гуго Старшего, получается, двородного дяди, да? Нет, двородного деда Гуана. А, нет, дяди, все-таки его дяди, да, по отцу. И в 1247-м эти ворота, они уже фигурируют как Порто Петрино, то есть ворота Петра, какого Петра. Возможно, также предположить, что имелся в виду проход к башне Муламот или проход, ведущий к Кордильерам, где как раз находились земли Даляфортов. Но с учетом того, что фамилия появляется в середине 12 века, можно предположить, что имелся в виду ворота замка Агибурга. В завершении, чтобы оценить семейный статус, семей Даляфорт, скажу пару слов о мэрах, коммуна и о Приво. Приво были графскими чиновниками, поставленными во голове каждого штатеренства с судебными и фискальными полномочиями. В момент вхождения в королевский домен в Шампании их было 54. О доходах лица, поставленного во главе штатеренства Барсеров, Красночево, говорит пословица 13 века, тот не захочет становиться королем, кто будет Приво Барсерова. Обычно должность занимала лицо назначенное графом, при этом в конце 13 века документы фиксируют практику сдачи должности в аренду на основании проведенных торгов. За определенную сумму каждый год разную лицо, получившее таким образом должность Приво, оставляло себе заметную часть штрафов, шедших в пользу графа, то есть фактически как наша откупа. В 1298 году годовая аренда должности Приво в Труа стоила 920 ливров, ну то есть это сопоставимо с тем, сколько доход получил граф сам. от обеих ярмарок. По мнению Дербуа эта практика возникла еще в первые годы 13 века. Те же, кто получал должность по значению, а не в результат торгов, обозначали себя в документах как хранители приводства, пустос-препозитуры. Но для Барсерова известен лишь один пример такого самыминования, относящийся к 1260 году, он выделен розовым. В желтом в списке отмечен Гишар Старший, еще одно вероятное упоминание уже после его смерти в акте 1233 года как владельца земли соседней с участком детей покойного Эрара Даляпорт на берегу Старого Русла Оба. Также желтым под вопросом отвечен Милон, сын Эрара, бывший про его в акте сеньора Шасне. Поскольку непонятно, был он про его Барсероба или про его Шасне и в каком году это произошло. Оранжевым два раза отмечен некий Эрар, можно ли его соотнести с предполагаемым отцом Гоу на большой вопрос. Но судя по тому, в каком количестве документов Эрар отмечен в качестве свидетеля и какую роль он сыграл в упрощении статуса аббатства в Альдевинь, такое предположение не лишено смысла. Синим отмечены родственники Даляпортов через брачные связи, о которых мы точно знаем, но явно их было больше. И Жан Трушар, отмечен красным, был соседом Гишара в западных городских предместиях. Синим отмечены братья из семьи Кретьиен, которые занимали должность проевов в XIII веке чаще остальных. Мэрами назначались назначенные правосудии в округах, на которые делилось шателленство. В центре шателленства обычно мэра не было, так все полномочия находились в руках правосудия. Исключение составляли те города, которые получили статус коммуны и могли сами избирать себе мэра. Первой коммунальной хартии Барсероба не сохранилась, как и не сохранилась для Троя-Провена, но она, безусловно, была и, скорее всего, как и хартия города Мо, которая до нас дошла, была построена по аналогии с королевской коммунальной хартии Суассона 1115 года. Согласно ей, горожане имели право разбирать свои гражданские дела между собой или те, которые возбуждались против них в судьбе мэра и 12 шевенов, то есть 12 присяжных, заседателей, за исключением тяжких преступлений, таких как убийства, грабеж, поджог, которые находились в ведении Прево. Мэры также были предварителем городского ополчения, если оно созывалось графом для введения войны в пределах Шампания и Бри. Кроме того, коммунная могла сама объявлять войну, если дело шло о защите интересов города и кого-то из его горожан. Мэры, шевены и горожане были связаны взаимной клятвой, которые давали другу преступление и мэра в должность. Такая клятва называлась Клятва Ассоциацией. В городе была своя колокольня Бифруа с колоком на призыв, к которому нельзя было не явиться, иначе полагался штраф. У коммунной также была своя печать, которая упоминается единственный раз в 1197 году. Эта картия действовала очевидно до 1203 года, потому что потом больше никаких упоминаний мэров в течение почти 30 лет мы не встречаем. Следующая картия была дана в 30-м или 30-м году графом Тиво четвертом по единому образцу для всех городов Шампании. Она отменяла эти три последние пункта, о которых было сказано выше, то есть право объявления войны, коммуна не могла уже больше выступать политическим субъектом, клятву общей ассоциации всех граждан и бифруа, соответственно. Упоминания о печати коммуны для этого периода мы тоже не встречаем. Каждый год граф выбирал сам из числа горожан по представленному ему списку 13 человек для управления городом и гражданского судопроизводства. И эта коллегия уже между собой выбирала своего представителя, своего председателя, то есть мэра. Остальные считались эшевенами, в документах они называются журе или юрате, то есть принесшие клятву. И они собирали в пользу графа фиксированную повинность с каждого гражданина. Она называлась клятвенной, то есть журе тоже с женским окончанием. В размере ежегодной выплаты не более 20 ливров с каждой семьи, но пропорционально доходам. Одна 120 от стоимости недвижимости и одна сороковая от стоимости всего движимого, включая одежду и личное оружие. Граждане вступали в городское ополчение, которое считалось теперь графским аниградским войском, до 60 лет лично, а по наступлению этого возраста они должны были посредить вместо себя человека. До 60 лет выставить себе замену могли только купцы или крупные менялы во время ярмарок. Все, у кого было имущество в размере 20 ливров и выше, должны были иметь у себя дома арбалет и к нему 50 болтов. Закончилась эта коммунная не ранее сентября 1967 года, мэра Жака де Понтивус, представитель еще одной влиятельности семьи Барсероба, откуда происходила жена Лежеда Принжи. Зеленым, розовым и красным отмечены представители еще трех видных фамилий, которые регулярно избирались мэрами коммунных. Чтобы не было ощущения, что уровень Прево и Шевенов это совершенно разный уровень, приведу в пример еще одну нашу грамоту. Она издана от имени мэра и горожанина, вероятно, члены коллеги Шевенов, тоже с лишней печатью, не говорим на форме краборации, но что важно для нас, у горожанина Паена, вот этого предполагаемого Шевена, не было своей печати, и он вместо этого приказал приложить вместо нее печать Прево Жана Кретьена. Если Жана Кретьена и его брата Жаслина мы знаем по многократным отминаниям как Прево образе Роба, то кто такой этот горожанин Паен вообще нет никаких данных на три с половиной тысячи актов. Тем не менее, его высокий общественный статус не подлежит сомнению. И последнее, что хочу сказать, чтобы уже совершить, что несмотря на то, что коммуна перестала существовать, в 14 веке известно по меньшей мере три случая, там спорят, все-таки было три или два, и когда именно они происходили, было три случая, когда король Франции продавал город Барсероп, когда ему требовались деньги, какому-то из своих вассалов. И горожане скидывались и город выкупали. Это были, конечно, непомерные суммы, но тем не менее, это происходило. Спасибо. 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 Есть ли какие-то вопросы? Да, пожалуйста, коллеги. У вас там остался плащ загадочный, гунет загадочный, у вас есть слово, которого нет ни в одном словаре средневековой латыни и французского. Вот то, что было подзарено в Альдевине, поэтому либо это плащ, такой, который одевался, меховая безрукавка, одевавшаяся поверх лат или как бы верхняя одежда, либо это какой-то специальный хлебец, который выдавался до Рождества, видимо, тогда по одному каждой монахине во время трапезы. А сплощом за компенсацию вообще непонятно что, потому что сказано ордену, а какому ордену, мы не знаем, потому что в Каламболяхоса были одержания у топлеров, у клерового сестрацианцев и у, соответственно, порзивая вазы за колье. И что это за монтеллиум? Непонятно. Коллеги, а можно попросить тех, кто задает вопросы из аудитории, погромче говорить, чтобы тем, кто в зуме, было слышно? Непонятно. Да, ну у нас пока народ безмерзий. не желаю задать вопрос. У меня, видимо, количество информации. Катонов, я, по крайней мере, действительно не знаю, что, на чем. Спросить, может быть, есть в зуме вопросы? Да, кажется, есть. Вот Олег Жуков, пожалуйста. Большое спасибо за очень интересный задирательный доклад. Вот в хэндауте, в кредисловии, также спасибо за хэндаут, за предоставление и ознакомление с источниками. Тут написано, если позволите, про завещание Петра в идее, что в первом абзаце, что простой горожанин, это он действительно считался в те времена автором, составителем, если я не ошибаюсь, это Жубанвиль, простым горожанином, потому что, как вы, очень хорошо представили так и в завещании указано, что довольно-таки значительные были суммы завещания, которые он оставлял. Да, спасибо, хороший вопрос. Я думаю, что, конечно, это такая свобода игра с мыслами со стороны арборода Жубанвиль, потому что Барсерон практически неизвестен в историографии, на тот момент был по сравнению с Труа и Провеном. Ему можно было показать важное значение города. И он нашел такой яркий документ, который показал, что горожане, простые горожане, обладали очень большими суммами. Но, строго говоря, простым горожанином он является в том смысле, что он не является представителем аристократии и вообще не является представителем рыцарства. Иначе про него было сказано, что он рыцарь. Но совершенно точно известно, что именно в этот период из этой же самой городской среды происходило несколько анаблирований. То есть у нас появляются фамилии, которых мы вчера вообще не знали этого человека. Потом вдруг он становится членом Королевского совета при Генрихе Первом щедром графе Шампании. А потом в следующий момент его сыновья уже владеют половиной города. То есть по крайней мере везде понатыкано каких-то там дом Брибана, площадь Брибана. Эти названия продолжаются в топомнимке вплоть до 19-го, даже до 20-го века сохраняются. И это известно все по правой натруа. А в случае с Марсеровым мы таких достоверных случаев знаем как минимум два всего, когда произошло такое анаблирование. Вполне возможно, что дети Пьера Лежвив, они тоже потом как-то стали значимыми персонами, но мы не знаем про них ничего, потому что даже связи его непонятно были ли вообще у него эти дети. Поскольку в изучении они, в изучении, они не упомянуты, потому что они получали то, что им положено по наследству. Спасибо большое. И вот если позволите, в смысле последнее несколько вопросов, несколько соображений по языку. Спасибо еще раз за хэндаут, потому что с точки зрения употребления некоторых слов весьма любопытно. аквизитис это мобили бусмейс, то есть то, что мобилис это как имущество. Движимое имущество, да. Движимое, тогда уже даже различалось движимое. Да, да, конечно, конечно. И еще лего домину герарду, в нескольких абзацах это повторяется, это значение глагола лего собираю или говорю или прочитываю и приговариваю, потому что эти нюансы... отписываю, да, отказываю в этом смысле. То есть это вот слово легатум как статья завещания. Вот и как завещание у нас в случае с Гуоном де Рапорта называется легатум, да, то есть отказанное. Есть такой вариант значения завещания. Спасибо. И аминь стоит в начале. Вот интересно. Что в начале стоит? В начале аминь стоит, как бы казалось бы, такая завершающая, ну, завершающая формула, а здесь она как бы открывает завещание. И номина патрисет или спириту санкцием. Нет, это совершенно нормально, это нормальный зачин для, я говорю, они подражают, в завещаниях подражают актам от имени епископов и аббатов, причем даже, так сказать, предшествующего времени. Это называется вербальная инвокация, да, в общем, она, конечно, в частных актах не бывает, а вот в публичных актах она совершенно обычная. Спасибо большое. Я хочу обратить внимание, что у Пьера Лежуифа там еще очень подробно, примерно как у нас, расписано, что он находится в твердом уме доброй памяти и так далее. И жену свою не забыл. Да, и что вот все, что ей отказано, все равно, как бы будет ей отказано, то есть, чтобы она не переживала. Действительно, поскольку в докладе было очень много разных линий, вот документы, так же, еще языка, вопросы, кто там, субъеков права, или и так далее. У меня есть пара вопросов, прежде всего, связанных с городским пространством. Да. Скажем, в Духе в Чикарской школе. Ты много говорила о соседстве, о том, что, ну, и, как я понял, есть некоторые не случайности в том, что те люди, которые там документы друг друга упоминают, они были соседями, вероятно, они были там людьми из одного друга, или какие-то родственники, свойственниками и так далее. Вот, от другой стороны, речь шла о пространстве города, где там что положено, как-то менялось и прочее. Были ли тот период, о котором речь 12-15 век, это как раз эпоха коммунная, да, я так понимаю, и не очень долго, что тоже там наступило. Да нет, лично, в общем. Были ли какие-то более или менее регламентируемые законом или традицией, или просто негласным обычаем, ну как негласным, опять же в той или иной степени, какие-то регламентации или сложившиеся устои в расселении разных социальных групп по разным частям города. Ну, понятно, что те, кого надо было защищать, евреи и прямые вассалы, они жили в защищенном месте, то есть, собственно, гетто, как таково, внутреннее крестерки. Это все-таки не гетто, это просто часть города более крепко защищенная. Проблема в том, что гетто все-таки это не Графский замок. Нет, понятно, да. Насчет Графский замок у нас вот вот два случая. Проблема в том, что все, что у нас есть, это дарение в пользу церкви, или если кто-то из представителей церкви совершает какие-то обмены, что-то покупает, продает. Поэтому никакой регламентации мы в отношении к городской жизни обычно не встречаем. Единственное, что вот попадалось мне, это Тибо четвертый издал постановление о том, что во время ярмара, когда купцы вселяются в арендованное им помещение, чтобы они не захламляли общественное пространство, то есть на улицах не ставили никакие там сундуки, скобейки, повозки и так далее. Потом еще был запрет в конце XI века о том, что купцы не должны въезжать в город до начала ярмарки. И там это протестовывалось аббатом Лани, это касалось Лани, потому что ему аббат был заинтересован, собственно, ярмарка принадлежала вестогграфу, а доход основной собирал аббат. Поэтому вся ярмарка была сделана свободной, то есть там можно было приезжать и торговать чем угодно, в отличие от остальных, которые были регламентированы. Но то, что касается самого поселения и устройства города и пространства, мы не видим вообще ничего. То есть у нас случайные упоминания, которые именно случайны, только потому, что они оказались рядом с... Это те сословия, которые не упоминаются в документах? Нет, они как упоминаются, просто у нас ничего не говорится вообще об организации города. То есть очевидно, это регламентировалось какими-то актами, которые просто до нас не дошли, не нужно было сохранять. Все, что сохраняется вообще в истории, надо понимать, вообще, вот в 12-13 веке, а уж тем более раньше, это вот то, в поводу, чего там Насовский, Сфоменко, повторяя умников 17 века, говорили, что то, что придумали монахи-изуиты, это только то, что хранится в архивах церковных учреждений, потому что церковь регулярно теряла свои какие-то держания, потому что у светских людей у них есть власть, люди с оружием, они просто могут прийти, занять, сказать, вас здесь не стояло, а теперь эту десятину беру я. И поэтому церковь была заинтересована в том, чтобы подтверждать свои притязания документами. Именно поэтому дарения под пользу церкви, они хранились, а все остальные транзакции и постановления, которые регламентировали жизнь частных лиц или там, не знаю, сеньоров светских первой собой, они не сохранялись. То есть у нас, если для 13 века появляются какие-то там регламентации, то они касаются именно спорных судебных случаев. В отношении Барселого ничего такого не известно. Что можно сказать, что почему евреи стелились? Потому что есть улица, мы только поэтому делаем вывод. Полагаем, поскольку они находились под охраной, то, видимо, и там выделялись им дома для аренды. Изначально понятно, что дома в самом замке в верхнем городе они раздавались ближайшим окружению. Но потом очень быстро они начинают дариться, передариваться, продаваться. И там часто у одного и того же дома у него был владелец и куча-куча людей еще получали с него разные ну мы бы сейчас сказали арендная плата и говорили бы о субаренде, но тогда это рекламентировалось феодальными держаниями. То есть у каждого места есть сеньорка вы еще под сеньор, под сеньор. Потому что была теория расщепленного домена, когда собственность она как бы не полная, как в римском праве, но собственно как у нас. То есть мы тоже мы не можем сделать ничего со зданием, в котором у нас есть квартира, потому что у нас есть она является частью коммунального постранства. Поэтому это очень сложно оценить. И очень часто дома, которыми они владеют и продают, это не значит, что они в них жили. Это скорее всего дома, которые приносили доход. А в графском замке собственно говоря, кто жил? Нет, граф тоже жил. Там собственно был этот самый донжол его стоял, который называется Мезонфорд. Возможно он был невысокий, скорее всего просто тоже был донжол дополнительно ровной стеной. И вот эти самые дома. Там известно по крайней мере три дома описывается очень больших, которые там с разных сторон там тоже держали разные люди. Ну и вот точно известно, что там Ипр, то есть Нидерланды, и Камбре, и Север Франции. Вот они там унивали свои склады этих суконщиков. И там они торговали видимо. Где находилось место торга тоже непонятно. Скорее всего не было как такового. То есть у них была какая-то площадь видимо перед Сен-Пир, где они разворачивали товар. Но скорее всего находилась вне Верхнего. Нет, нет, нет. Она скорее всего где-то вот здесь. Потому что по названиям скорее вот что-то здесь было. То есть это было сравнительно небольшое. Да, но скорее всего они просто ходили там заинтересованные лица, ходили к купцам и уже смотрели товары у них дома. То есть в складах. Вот очень хорошо это можно видеть в Паровене, потому что Паровен сохранился в средневековой части, особенно город верхний почти целиком каменный. И там три дома выделены 12 века под музей. Там какая-то реконструкция, там могут зайти дома. Они, наверное, как полторы наших аудитории. То есть это большие помещения, причем это именно там такие цельные помещения. То есть там просто колонны, которые его делят. Вот. И там можно было все что угодно развернуть. Опять же это огромные тысячи, десятки тысяч ливров. Это огромные поставки. То есть это просто вазы ткани, вазы кожи. Которые оставались где-то там. А их свозили. Свозили, видимо, все-таки весь объем свозился в склады. И потом уже в следующей ярмарке договаривались о том, что они их разводят. Или там сам купец, продавец сам на свои средства вез к себе в другие города. Еще у меня вопрос как раз об общественном пространстве. были ли городах этого региона в частности. Можно ли опять же реконструировать? Были ли какие-то функциональные зонирования общественных пространств? Понятно, нельзя на улице телегу оставить, если временно купец приехал. есть еще какие-то возможности реконструкции? Где произносились гравские распоряжения? Была деревянная ложа, она упоминается как логия, где творилась юстиция. Это видимо место, где сидел Прево во время ярмарки и видимо не только во время ярмарки. Прево в принципе у него был разъездной суд, то есть он сидел в Барсеробе не постоянно, то есть он разъезжал пол. всему Шитоленству. Но в Барсеробе у него было такое место с некой деревянной помост с видимо под крышей с троном каким-то деревянным, где он как раз изрекал в речи. А люди стояли перед ним под дождем и солнцем. Потом еще был один из таких насчет зонирования Любовидно Каус, который описывает Шевалье, ссылаясь на некую рубрику из частной коллекции, не говоря ни о веке, ни о критике с точки нет, о том, что в церкви святой Магдалины как раз был случай, когда некий еврей в конец XII века заглянул в церковь и его стошнило в сосуд, который обычно при входе в церкви есть, где святая вода. Вот его стошнило в этот самый сосуд и после этого его приговорили к сожжению за такое богопольство. И потом голову отрубленную выставили в позорном колпаке. Но совершенно неизвестно, что это за история. Вполне возможно, что это какие-то выдумки более поздние, 17-го, 18-го века. Вот такая история есть. То есть, соответственно, зайти можно было, это никого не возмутило. А вот то, что было совершено святотатство, туда. Были еще какие-то истории, но это, конечно, касаются уже 16-18-го века, о том, что когда еврей въезжает в город, то он обязан стоять на колени, и ему должны были дать некий символический удар либо палкой, либо пощечину. То есть, он должен был заплатить и отделаться вот этим ударом, чтобы дальше его уже не трогали. Но это уже постановление от имени короля Франции, который касается уже более позднего периода. Мы не знаем, что было в 12-12 веке. В Труа была одна из самых крупных иудейских общин. Там, собственно, была Раши, разжил в Труа, и именно в Труа Элоиза и Абеляр учили иврит для чтения еврейских текстов. Это 12-й век, да. Соответственно, в Горсове только была сына Бога, но где она находилась, мы не знаем. У меня, наверное, последний вопрос. тоже про связанную с посланцем, с территорией. Кого в общих чертах? Ну, я понял, что в общих чертах, наверное, это невозможно. Там были какие-то сложные кровавые истории, но в целом существовала ли практика, и возможна ли была практика продажи земли, продажа за деньги земли, земли, я владею чем-то, я взял, продал земельный участок и создать такое понятие, как цены на землю, которые там тоже так важны для... Нет, землю регулярно продают, да. Вот здесь, как раз, проблема, вот тоже, память как препятствие, да, что мы не знаем, какой, во-первых, размер участка, а самое главное, когда речь идет о продаже, например, виноградника, ну, это, собственно, как и сейчас, имеет значение не только сам виноградник, не только его площадь, но и на какой стороне долины он расположен, да, как светит солнце, какая там почва, какой виноград там вообще, какие лозы там выращиваются, какое вино оттуда можно получить. Это все имеет огромнейшее значение, и они все это, разумеется, очень хорошо знали, то есть, когда они говорят, что вот здесь Гонан говорит «с моего хорошего виноградника», это значит, что был какой-то и не очень в этой долине, да, или у него был какой-то не очень. И, разумеется, когда они говорят, что вот виноградник по соседству с виноградником такого-то, то есть, они сразу же понимали, ага, это вот тот самый, который лучше не брать, да, или, а, ну, цена хорошая. Поэтому им это все не нужно было, а мы даже не можем отдать долину даже соотнести вообще, где они находятся, то есть, половину долины мы можем найти с 12 века, половину нет. Но в том, что касается земли, был же известный сюжет, господи, Джованни Леви для 14 века, в Италии, там, где уже задокументировано просто все, что можно задокументировать, там, где известен и размер земли, и за сколько она продается, кому и как. И он составил, что там, четыре, там что ли, тысячи карточек у него было вот на каждую транзакцию, и выяснилось, что никакого рынка земельного не существовало в 14-15 веке. Почему? Потому что очень часто сделками купли-продажи камуфлировалась, например, поддержка бедного члена семьи. То есть ему за небольшую сумму продают участок, чтобы было с чего кормиться. Или наоборот, покупают у него маленький участок за большую сумму. Точно так же и в отношении церковных общин бывало так, что как бы дарение, оно оформлялось как сделка продажи для того, чтобы права церкви не были нарушены. Такое тоже происходило. А наоборот, могло быть, что... Церковь продавала частично. Что продажа оформлялась как дарение, как название. Да, 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 такое тоже бывало, да, конечно. Такое тоже бывало, да, 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 бывало. Вот эта самая, кстати, любопытная история вот с этой самой сделкой. Здесь тоже прекрасный пример, значит, некая Маргарита, вдова уже, она протестовала сделку спустя уже очень большой период времени. То есть, у нее муж продал семейный... То есть, одному человеку при ней, она, видимо, должна была согласиться, как обычно. Потом, значит, у этого человека выкупилась семейная пара, потому что не были какие-то наследственные права на этот виноградник, а потом уже они на старости лет подарили приорату Белеруа. И вот когда уже собственность оказалась в руках у монахов, а муж умер, Маргарита вспомнила, что она не дала согласия на эту сделку, а вообще-то ей положено вдовье доля минимум половину этого виноградника. И была многолетняя тяжба между ними. И вот судья Шеведов решили, что Маргарита все-таки возьмет эту половину виноградника до конца своей жизни или до тех пор, пока, например, она не уйдет в монастырь. Вот тогда она сможет кормиться. А потом она все равно отходит собственно и как является монастырь. Вот поэтому бывали самые разные казусы. Но опять же мы не знаем когда это все подошло, сколько это стоило. Вот единственное, что сказано, что он находится на горе Сан-Жермен рядом с источником. А про источник известно, что уже опять же из данных 18 века там была святая вода, которую давали больным, чтобы они поправились. Так что какая-то локальная такая вот этнография есть, но она вся более поздняя. Это у нас вопрос в зуме, да? Да, есть, пожалуйста, Игорь Стас, если я правильно произношу. Вот я вижу руку, можно задать вопрос. Здравствуйте, коллеги. Меня слышно? Да, Игорь слышно. Игорь Стась, Чемецкий государственный университет. Александра Викторовна, большое спасибо за прекрасный доклад. Вот сам я занимаюсь исторической урбанистикой 20 века, советский период, и на самом деле вот о чем вначале говорил Михаил Лазаревич, сложно всегда как бы слушать соответственно как бы историку нового и новейшего времени, ну в первую очередь новейшего времени медиевиста. И как бы понятное дело, что мне сложно и наверное невозможно задать конкретизирующие вопросы, просто потому что я не специалист в этой области, как бы медиевистом не являюсь. Тем не менее, как бы я вот думал, ну я два хочу задать вопросы, один мне кажется я знаю, что вы ответите, но потом как бы когда слышу ваши ответы на вопросы, я уже не уверен, что я знаю как бы как вы ответите. Что я имею ввиду? Вот два на моих вопросах. как бы связан первый вопрос с тем, что он по большому счету о возможности исторической антропологии по отношению к вашему как бы городу Барфюр-Обу, да, если я правильно произнес. В каком смысле? То есть с одной стороны, то есть меня интересует нисколько может быть реконструкция конкретных кейсов, вот когда вы начали отвечать на вопросы, да, и в принципе во время доклада понятно, что есть некоторые детальные такие мини-истории, да, как и их можно реконструировать. Но возможно ли по отношению к этому городу применить подход, который в принципе антробологи называют как город, как племя, или в принципе подход медиаистам наиболее известный за счет великолепной работы Эммануэла Ле Рвадури про Монтаю? Вот возможно ли вот первый мой вопрос, возможно ли реконструкция по вашему мнению вот такого образа, как бы такого цельного холистического подхода по отношению к этому городу и полная его реконструкция скажем в монографии или нет? Вот такой первый вопрос. Первый хороший очень вопрос. Проблема в том, что вот для 12-12 века мне кажется здесь можно было бы что попробовать сделать. У меня просто есть коллега Алексей Бовин, который может быть известен кому-то из присутствующих, связан с Европейским университетом. Он вообще писал диссертацию, сравнивал Псков 14-го века с итальянскими коммунами 12-го века и нашел, что там ну просто те же самые стадии проходятся. И городская коммуна, она в общем что у нас, что в Европе, она в общем вполне себе одно и то же явление. Он сейчас занимается Миланом 12-13 века и Милан гораздо лучше, чем Шампань документирован. Особенно 12-й век по сравнению с нашим это просто день и ночь. И он задался вопросом, как же так получилось, что вот коммуна, которая успешно противостояла Фридриху Барбароссе, вдруг пресеклась очень быстро и перешла в общем в тиранию. почему самая успешная итальянская коммуна, век расцвета коммун, она свою историю закончила. И он понял, что сделать что-то, как-то ответить на этот вопрос, можно только занявшись картографированием по обычаю Джованни Леви, как мы говорили. Ну и собственно у Леруа Ледюри был тот же самый подход изначально. То есть красивая монография, это вершина Азберга, а изначально он занимался как любой позитивист, он просто делал карточки на каждого персонажа, которого встречал в актах. Кто кому приходился, каким родственникам, какие отношения вступал, кто был чьим соседом. И вот Ловен как раз понял, что можно сделать карточки на каждого жителя 12 века, которого он встречает в документах, и 13 тоже. Мне кажется, для 13-го невозможно, даже при нынешних компьютерных медах, это просто умри, потому что 12 век, а 12 век он весь опубликован уже, по счастью, там у них был университетский центр, и они несколько десятилетий занимались тем, что просто студенты набирали акты 12 века. Что-то набрали плохо, что-то гриво, но по крайней мере там есть система поиска, и это гигантская база данных, просто гигантская база, очень-очень хорошая, замечательная. Но с 13 веком этого не сделают, потому что объем источников увеличился в разы. То есть для Италии вы даже не можете представить себе, насколько Италия задокументированная. Для барсюровок мне, конечно, очень большой соблазн сделать то же самое, потому что, наверное, это можно сделать докторскую. Ну да, 3,5 тысячи актов для 12-13 век, это хорошо. Я думаю, вот тогда, наверное, что-то вырисуется. Даже если исходя из одной и той же фамилии, уже получается, мы видим кучу связей, я думаю, что если привлечь заняться не одной фамилии, а несколькими, тогда эти связи можно будет видеть еще больше. И скорее всего, конечно, они все другу были родственниками. Вот эти 3 тысячи человек предполагаемые, понятно, что они не все в актах появляются. В актах у нас будет, скорее всего, ну, несколько сотен, вот, собственно, те, кто принадлежал к высшему слою, кто вообще совершал какие-то транзакции. И, собственно, это те люди, которые действительно были связаны с соседством, с знакомством, сженились друг с другом, а женятся, понятно, что на тех, кому ходят в гости. И, собственно, это как раз... Ну, это и сейчас, и, скорее всего, вот этот самый круг, вот тот слой, который отражен в актах, он, скорее всего, будет примерно такой же, как вот, ну, это же известно, да, что тесные связи, они возникают у людей, когда их там, ну, сколько там, полторы сотни человек. Вот это самые тесные связи, ну, сколько у вас там есть в листе Телеграм-каналов, да, на кого мы подписаны, в Фейсбуке и так далее. Вот, видимо, то же самое, там, полторы-две сотни, ну, если говорить там о мужчинах и там наиболее статусных женщинах, вот они вот столько же вот в одном поколении и окажутся. И в этом смысле, конечно, можно говорить о городе, кому никак, о неком племени. И понятно, собственно, это и будут те самые, вот те самые бургенсис, которые еще называются, кстати, в этих документах цивис, граждане, да, это не оговорка, это граждане Кале, это правда, значит, и вот как раз в документе 1205 года, любопытно, когда там Гишар Даляпорт является, так сказать, посредником между Эраром Вторым Шизне и Аббасом, про трех других сказано, что они были там кумцилибус, треценсибус, а про него сказано, что он просто, значит, гвиардус, баренсис, поэтому, это как раз когда не было коммуны, а вот в Труа коммуна еще была, поэтому граждане, это совершенно легитимное название, и понятно, что это будут главы семейств, то есть сыновья, выделившиеся в отдельное хозяйство, и вот их так раз, наверное, там человек 150, 250, а я кажется, и история с выкупом города в 14 веке, когда уже коммуны не существовало, она тоже показывает вот это вот понимание, мышление, да, сознание себя единым целым, что мы все вместе отвечаем за судьбу нашего городского пространства. После такого ответа можно только сказать, что мы ждем ваше исследование, вот, можно только жаждать такое исследование, почитать и послушать новые доклады. а второй вопрос у меня, он может быть более общего характера в этом отношении, но как-то может быть и связан с первым, ну, все мы знаем, как бы, что историческая урбанистика, она во многом вышла из метеевистики, по крайней мере, отечественная, да, и неотечественная тоже, не знаю, если вот, как бы, ваших земляков называть в первую очередь, наверное, Ивана Михайловича Гревса, вот, и впоследствии только потом, как бы, стал, ну, перешла, так скажем, в исследование раннего нового, нового времени, или новейшего, и так далее. Как вам кажется, в такой связи, можно ли сделать путь обратно, то есть, возможно ли применение каких-то современных городских теорий для вашего медиевистического, как бы, исследования города, и пытались вы что-то подобное делать или нет? Я думаю, да, конечно, это возможно, с некоторыми договорками, да, потому что, в основном, конечно, раннего нового времени, почему, про силовую банистику, да, потому что, ну, собственно, историческая антропология, да, она вот, наиболее классические образцы у нас все-таки не для 12-13 века, это все начиная с 14-го, там, 15-16, там, 17-18, даже в Сити, там, Гирс, там, Натали Зимон Дэвис и так далее, то есть, когда у нас уже очень много актов, в которых много чего задокументировано, но, в принципе, когда читаешь эти работы по 17-18 веку, там постоянно возникает ощущение дежавю, что да, 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 и у нас тоже это было, тоже это было, да, ну, пусть не в этом городе, а в другом, в соседнем, да, вот что-то подобное встречается. Конечно, это все очень интересно и из таких наиболее, ну, скорее, плотворных, да, как мне видится в случае вот с Шампанью, да, наверное, вот это вот направление места памяти, то, что вот французские исследователи, границы, да, вот тоже было так отдельное направление, ну, Пьерна Ра, вот эта вот компания, наверное, да, это все легитимно, вопрос в том, что как это все подтвердить и показать на источниках, потому что у нас они очень специфичны. Просто вы когда говорили о, отвечая на первый мой вопрос, о связях, о сетях, да, как бы, которые, понятно, ну, тут кажется, вот, что хочется применить, я не знаю, там, Марка Грановеттера с его теорией силой слабых связей или что-то подобное, то есть я имею в виду, скорее, такую социальную теорию, социологическую можно, или социально-антропологическую современную теорию, там, в том числе, городов 20-го уже века, как бы, современности и так далее. Мне кажется, это было бы очень интересно, спасибо за ваш ответ. Слушайте, мы, с вами спишемся еще? Да, конечно, с удовольствием. Подскажете, вот вдруг, потому что-то было бы, конечно, полезно. Спасибо. Спасибо за дискуссию, хотел сказать, что, ну, просто можно назвать современными городскими теориями, которые появились в 20-м веке, и то, что, видимо, может, кого-то имеют в виду, и, как правило, появились на, ну, в связи с городскими процессами, процессами, которые каким-то образом связаны с городами из городской жизни только 20-го века, они, на самом деле, далеко не всегда хорошо проецируются на другие совсем какие-то далекие в временном и пространском отношении культуры, потому что у них есть еще одна черта, делающая пища, практически все разработаны на материале больших городов. Большие городские теории, которые мы знаем, они исследуются исследовательским воображением и конкретными физическими исследованиями в мегаполисах. У нас название нескольких работ вроде Джейн Джейнс, это просто больших американских городов, и даже если на, хотя исследований небольших городов и городов как общину, то, что можно было бы там, ну, как масштабировать и соотнести с средневековыми городскими реалиями, вот тем, о чем сегодня была речь, они, как правило, не оставляли каких-то сильных теоретических следов. Вспомнить того же Орна, горячо мое любимое исследовательство лесов, поставить перемен в американском городе где жило там, по-моему, 17 тысяч человек, или это как-то. Ну, не больно, ну, еще, 3,5 или 17, вполне соотносимые вещи, тем более это Америка начало 20-х, ну, почти середине 20-х. Вот, замечательное исследование, но где у нас, так сказать, где Орнер городской человек, где, он как бы за другой любил, да, это прекрасная работа здесь, которую невозможно повторить в историческом материале, потому что мы всегда будем больше ограниченных источников, а он может брать столько, сколько хотел бы, вот, так что есть такой у нас изъян. Я могу, если можно, я могу, мог бы отреагировать на это. Как бы, я здесь согласен с Михаилом Лазаревичем, и мне кажется, просто здесь, наверное, та возможность комплексной реконструкции города с точки зрения как бы социальной городской теории, наверное, невозможно, если брать того же Ллойда Уорнера с его Ньюберри Портом, который вы упомянули, и вообще о социальных городских антропологах первой половины 20-го века, они же во многом концентрируются на реконструкции классовой структуры, ну, то есть класс это основное понятие, и они из этого выходят. А вот, например, есть еще как бы и получается нужно выбирать определенное поле, определенную тематику, с которой мы работаем, и через которую может быть вытаскиваем город, или пытаемся как-то его интерпретировать, показать его может быть уникальность. Или вот, например, я просто мне пришла в голову сразу работа социологов, вроде они из вышки, как бы Ледяева и Чириковой по поводу малого современного российского города. И они используют теорию городских режимов, которую в первую очередь разработал Кларенс Стоун, социолог, где показывается скорее соответствующая политика, политика между разными группами в малом городе, которые при этом могут договариваться. То есть малый город это такая территория, в отличие от мегаполиса, где легче договориться, где легче найти компромисс. И может быть с такой точки зрения это смотреть, если это возможно, конечно, на средневековых документах реализовать. Но просто я к тому, что мне кажется, если копать, может быть какие-то интересные ходы из современной городской теории вытащить можно для скажем анализа жизни средневековых городов. Есть еще у меня вопрос, не знаю, есть ли там в зале вопросы. В зале нет пока, а есть еще. Ага. Да. Спасибо за доклад. У меня вопрос как раз не про внутригородские отношения, а скорее про международную торговлю. Если Барсюрок был одним из центров международной торговли, не могли бы во-первых чуть-чуть рассказать, что это была за международная торговля, между какими странами, кем вообще-то торговалась. А во-вторых, есть ли какие-то из этого факта исходы для источников? Ну вот если в Италии, например, письменное право было раньше как-то введено в практику, а во Франции еще нет, возможно, вот эта собственно международная междугородская торговля как-то позволяет какие-то источники получить из других стран, которые приезжали в Барсюрок, чтобы чем-то торговать. Вот двойной вопрос и про то, что за торговля была и про то, есть ли какие-то выводы для источников. Так, вот арта, значит, собственно, дело в том, что и Труа, и Барсюрок, их можно найти на так называемый пифтингеров дорожник, таблю пифтингериана, это такой источник конца 12 века, копия с какой-то позднеантичной копией, которая являлась компиляцией карт первого, пятого веков нашей эры. Вот эти две точки находятся, и там видно, что они находятся на параллельных путях, которые шли дальше на юг Франции, от Барсюрок через Альпы в северную Италию, от Труа на юг Франции, и дальше, соответственно, они шли вот туда в северную Францию, в Нидерланды и, соответственно, к Англии. То есть, это была такая точка, где встречались южный капитал и северные ресурсы, потому что у нас Англия и Нидерланды это были основные поставщики шерсти. Именно там, как раз, вы знаете, началась индустриализация, с огораживания и все эти ткацкие станки. Началось именно с того, что это был огромный ресурсный такой придаток капиталистического уже, в общем-то, мира Южной Европы, Юга Франции и Италии. Потому что во Франции и особенно в Италии 12 век, тут уже можно даже говорить, но есть тоже, опять же, разные теории, когда возникает капитализм, с чего он начинается. Вот в 12 веке он уже был в Италии. То есть, сделки, это просто несопоставимый с тем, что мы имеем в виду во Франции, просто суммы, которые тратились и покупались и роскошь была такая, что, ну, вот как, не знаю, про Венецию, когда говорят, вот путеводители пишут, что рядовая застройка Венеции это палацция. Это так и есть. Там действительно нет простых домов. Там все дома это палацция с цветным рамором, расписанные и так далее. И капиталы были просто гигантские. И там, не знаю, мнение, представление человека, там, монах Солембена переезжает в XII веке, вот он путешествовал по трансальпинским территориям во Франции. Дикие люди во Франции, супруги спят в одной постели. Мало того, чтобы в одной постели спят, теснота страшная, это неприлично. У каждого должна быть своя, конечно, своей коробой. Ну и то, что касается источников, да, купцы просто известны, что там вот есть сам Ангвиссоль, они упоминаются как миноминиалы, которые пользовались уважением в Барсиробе, конкретно именно там. Просто еще к тому же, почему кроме евреев, итальянцы, потому что у ломбардских городов, северно-итальянских, у них была папская привилегия, позволяющая давать деньги в рост, заниматься нехристианским способом наживы. Именно поэтому собственно слово ломбард, оно как раз связано с Северной Италией. Поэтому итальянцы там были. Менялы они делали деньги на разницы курсов, как собственно и сейчас нынешние брокеры, просто обмен информацией был не такой, как сейчас, когда мгновенно узнавали, но все за счет переписки. Довольно быстро там было развито курьерское сообщение, и вот, например, 14-е, когда он сохранил полностью архивы, например, в Хибдотине, там это известный варентийский купец, который сделал себе деньги красноторговли шерстя на предельных фабриках, фабриках, мануфактурах того времени. У него было что-то четыре сотни корреспондентов по всему миру, в каждом дворе у него был свой инсайлер, который ему сообщал о самых разных изменениях в политике, которые могли повлиять за собой колебания в курсе валют, несмотря на то, что деньги являлись ценностью самой себя, то есть каждая деньга была именно металлом ценным, тем не менее, все-таки курсы были небольшие, и была небольшая инфляция в течение 12-13 века, там тоже известно, что когда люди платили цен в 12-м веке, к 13-му веку, эта пожизненная цензива, ну не пожизненная, там на 90 лет обычно была, она была очень дешевой, и поэтому очень часто феодальное держание переводили в ценз, потому что рыцарям было невыгодно платить натуральной повинностью, ну сопровождать сеньора на войне, да, а проще было платить деньгами, деньги, чтобы они были маленькие, то есть там уже смотрели, значит, на будущее, на ближайшие 2-3 поколения. Что касается практик дела производства, которые могли принести с собой итальянцы. Скорее такого нет, ну конечно, конечно, ярмарочный город, вообще любой торговый центр, он приводит к тому, что у нас сразу же появляется море частных актов, потому что люди богатеют, и это сразу же отражается на письме, например, в каком-то монастыре там пишут письмо более простым, да, как только рядом появляется город, и тут же эти же самые монастырские служащие, служащие, тут же они начинают, мы видим в письме, у них в 13 веке более курсивные формы, то есть это сразу же реакция на рост увеличения числа актов, которые они должны были удостоверять вместо нотариев. То есть это мы видим, так сказать, посвенно, но то, что касается самого юридического дела производства, тут, конечно, влияние было скорее от Парижского университета, где и Орлеанского, Орлеанской школы права, где изучали право юристы, например, юридическая специальность была настолько популярна в Орлеане, что в Париж просто не пускали юристов, чтобы там сохранить первенство теоретического факультета, то есть просто было запрещено изучать право в Париже, потому что все его пытались изучать, чтобы хоть кто-то пошел в докторат теологии. И в XIII веке, конечно, изучение римского права, причем они занимались изучением кодексов Юстиниана и всех этих комментариев к нему, дегесты и так далее, по тому же в той же манере, в какой изучали теологию философов и богословов. То есть у них был священный текст, они к нему читали и учили комментарии, должны были написать комментарии. И, собственно, наша наука светская, она во многом выросла из вот этого комментирования, которое было начнено на теологическом факультете, которое было заимствовано напрямую из Ешиф, потому что взаимодействие школ ученых университетов, да, прото-университетов XII веке и общение Ешиф вот, именно в городах Шамбанский Кермарк, в Труа, оно известно. То есть это были просто прямые контакты. Именно из Ешиф взяли средневеков университета традицию проведения диспутов, да, и потом вот благодаря ученым-евреям мы сейчас имеем ту науку, которую вот наш семинар, да, это вот прямое следствие вот этих самых знакомств, то, что вот Абеляр там ходил в гости пить чай, значит, потому что ему нужно было где-то учить еврейский язык. Да, и понятно, что знание римского права, оно, конечно же, просачивалось, потому что юристы все эти и представители раздуховерства, они тоже, естественно, его изучали так или иначе, и они начинают вставлять нормы римского права в эти самые документы. И вот у них там встречается, например, в случае с Дарственной выражение интервивос уже в начале XIII века. Это специальная ссылка на римское законодательство, чтобы показать, что это именно дарение между живыми людьми, а вовсе не какое-нибудь там завещание, которое можно оспорить. Вот такой момент. Но римское завещание из римского права, оно не было принято еще. То есть у нас такой еще переполнительный. Я понимаю, что вопрос еще был в том, не порождала ли вот эта международная торговля в этих центрах какое-то количество внешних документов, не внутренних документов, которые происходят в эти годы, вот эти завещания и так далее, а какие-то внешние разговоры мы можем. Про XIV век известно, да? Там был такой пец Пегалотти, кажется, его фамилия была, который составил трактат про искусство арсмеркатория, искусство торговли, да? И, собственно, там он как раз описывает вот это вот расписание ярмарок, оно у него там описано на итальянском, но чуть-чуть другими словами. И там он тоже пишет про это самое аре, которое, кстати, вот это вот аре, ругаться, да? А откуда оно берется? В русском языке, я не знаю. Во французском тоже не знает, откуда. Потому что либо это харе, в смысле сворачиваетесь, Либо это какое-то слово, которым понукали собака во время охоты, там ату-ату, да? Мы не знаем, что это за... Вот, но тем не менее, первое упоминание у нас уже вот... это грамота, это грамота, в которой запрещено булочникам в правении выставлять свой товар на мосту в те дни, когда вот начинается ярмарка и вот до этого самого клича аре. То есть, когда идет торговля международная, то-то, пожалуйста, со своими булочками в другом месте. И вопрос обусловлен чистым невопытством. Вы упомянули, что несколько дней в году было отведено ярмарки для покаженных. Да, два дня. Известно ли что-то о ее характере и как бы часть доходов от продаж должна ли была идти на содержание в ней прозорки? Да, вот, собственно, в этом и был смысл. То есть, не то, чтобы это... не то, что торговали прокаженные, да, это просто, скорее всего, даже не рядом с лепрозорием, скорее всего, в том же самом барсерове, просто все доходы шли не в графскую казну, да, а именно к ним. Так они как субъекты торговли там участвовали? Скорее всего, нет. Скорее всего, они там так и жили, уединенно там в этом лепрозории. То есть, это была какая-то повинность благотворительная? Да, нет, это чисто такое благотворительное дарение, да, со стороны графа, просто чтобы на содержание этого места, ну, потому что проказы могут заболеть кто угодно, да, и поэтому, естественно, они все дарили госпиталям, не просто так, потому что все... И поэтому поддержка, вот этого Вальдевин, где, скорее всего, были эти парши женщины, там, понятно, что в небрачной связи они были нормой, да, и это как бы известно там, значит, по источникам более позднего времени, да, что как бы часто дети добрачные были, да, это была что-то обычная история, вот, и вообще брак, как и с таинством, он возник только там, ну, в веке в 13-м, хорошо если, да, и часто там тоже, опять же, это графические всякие записи уже более позднего времени, что вот почему там консумация, да, вот, значит, она должна была произойти либо после, либо перед, например, что там перед тем, как идти в церковь, там, в 18-м веке, там в некоторых регионах люди должны были, новобрачные должны были сесть, посидеть на кровати чисто символически, держать за руку и только после этого идти венчаться, то есть, да, они должны были по-хорошему, на самом деле, там, они должны были уже, так сказать, сойтись и жить вместе, да, чтобы вообще брак признали браком, да, то есть это все отголоски, так сказать, уже в более позднее время такой обычай, и, но тем не менее, бывают такие случаи, когда там человека, там, допустим, женщина оказывалась без содержания, без помощи родственников, там, и ей менялась вину какие-то вот ее, якобы ее прегрешения, да, и, скорее всего, это просто было место, куда уходили, ну, вот, как в пенсионерке, да, то есть женщины, оставшиеся без попечения, и поэтому вклад в монастырь, и очень много, это много вкладов со стороны семьи, означает, что кто-то там у них был из насельников, и это могли быть люди самого высокого социального статуса, вот, то есть это просто поддержка, когда у дома престарелых, значит, в случае с Левразорием тоже поддержка, тоже дома престарелых, в котором твои родственники, да, и они, наверняка, скорее всего, и были, да, и мы просто, ну, не знаем кто, но иногда, когда, ну, случай с графами, да, когда вот там можно отследить, потому что часто, как бы, ну, представители графского сословия, там они, женщины становились тоже, они, ну, привыкшие руководить, да, если женщина руководит в отсутствии мужа, да, они часто становились регентами, да, они полноценно его управляли, значит, маленьким государством, они, естественно, потом с этими навыками становились аббатисами, это не просто уважение к статусу, это просто потому, что человек умеет править, вот, и поэтому, когда мы знаем, что вот аббатиса была такой-то дамой, да, а вот такая-то семья дарит, ага, это вот, значит, муж, желая выразить почтение жене, спонсирует ее свекровь, да, такие вещи мы тоже знаем, это очень радостно, когда в 12 веке мы вдруг это видим, потому что там для человека упоминание там всего три, и вот они вдруг показывают какую-то историю. На этом ползает как раз все вопросы о социальном становлении к связи с этим процессом. Да, 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 но общую картину мы, конечно, не можем уйти, но и найти, так сказать, из этих каосов. Спасибо, коллеги, спасибо. У нас здесь помечается еще один исторический, историко-антропологический доклад, но я пока не буду спойлерить, объявление. Следующий, скорее всего, туда еще, из ближайшего, скорее всего, мы проведем презентацию, если свидетельство всех хорошо договоримся, то мы сделаем в рамках семинара презентацию вот свежепереведенные книжки Сеттеллоу, которые только-только что вышли, поскольку Сеттеллоу бывало в этих сценах, мы имеем полное право. Ее имени здесь, ее книжки, хвалить или ругать. Видео мы завершаем, сюда надо как-то на нее увидеть. Да, коллеги, кто в зуме, большое спасибо за участие, за дискуссию. Переходите к нам еще, если кто-то хочет получать рассылку городского семинара, я не знаю, кто-то здесь в аудитории может просто оставить свои имейлы, но пока еще, кажется, как-то не вышли из-за почтовой рассылки, она скоро выйдет. Поэтому пока имейлы. А коллеги в зуме можете оставить свой адрес просто в чате, и Федор скопирует чат, и хочу пока не закрывать зум. Спасибо большое.